Сегодня правительство республики обсудило план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Этот вопрос стал единственным в повестке дня заседания экономического совета и специальной комиссии, созданной по распоряжению главы Чуваши для разработки плана. Времена не выбирают. Можно называть это кризисом, либо как-то иначе ясно одно. Те меры, которые предпринимались в 2008-2009 годах, сегодня недостаточно эффективны, заметил глава Чуваши. Значит, необходимо искать новые формы работы, новые стимулы, новые рычаги и, главное, здраво оценивать ситуацию, адекватно реагировать. Разработанная комиссия и план обеспечения устойчивого развития и социальной стабильности направлен на поддержку предпринимательства и экономики в целом. Снижение налоговой нагрузки, реализацию инновационных проектов, упрощение всевозможных разрешительных процедур и так далее. Приведение, прежде всего, адресной работы с организацией промышленного комплекса по формированию заявок на участие в конкурсном отборе на получение принято в районе Российской Федерации мер государственной поддержки. И у нас сегодня же, сейчас в России действует фонд поддержки промышленности, и мы вместе с рядом организацией готовим заявки на получение мер государственной поддержки. Это тот же кредит, но под существенно низкие проценты старта, по 5% в годовую. Экономические коллизии стоит воспринимать как вызов и один из способов проверки на прочность. Минфин допускает три варианта развития экономической ситуации и, соответственно, выполнение бюджета. Это базовый бюджет, мы исполняем бюджет тех параметров, которые ответили, неблагоприятные, это снижение на 3,2 миллиарда расходов. Есть стресс-сценарии, недопоступление и, соответственно, автоматическое снижение наших расходов на 5,5 миллиардов рублей. В общем-то, на сегодняшний день мы двигаемся по неблагоприятному сценарию, но в то же время мы готовы и к стресс-сценарию. Оптимизация расходов – словосочетание, которое особенно часто повторяют в кризис. Однако, всякой оптимизацией есть предел. Поэтому главная задача – повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом. Мы являемся управленцами, менеджерами на государственном и муниципальном уровне. Мы, как любой руководитель коммерческой организации, защищая интересы государства, защищая интересы людей, должны находить инструменты, заниматься поиском вариантов, как будем пополнять духовную часть бюджета. В ином случае, соответственно, мы будем выглядеть слабыми. Наша задача, моя задача, как глава республики, вот, единой командой, с учетом нашей общественной организации, с учетом честно работающих организаций, промышленности, строительства, сельского хозяйства, должны быть и сильными, и не слабыми. Один из животрепещущих вопросов социальной стабильности – лекарственное обеспечение. Именно этот сегмент наиболее уязвим и зависим от экономических тенденций. Министр здравоохранения Алла Самойлова доложила, запасов необходимых препаратов республики хватит как минимум до мая месяца. После торгов, которые состоятся на днях, аптечные склады пополнятся. Кроме того, Минздрав берет курс на закупку по возможности лекарственных средств у российских производителей. Свои меры предлагают и другие заинтересованные стороны. В частности, уполномоченный по правам предпринимателей Владимир Иванов считает необходимым проанализировать все судебные дела между бизнесом и органами власти, чтобы определить проблемные места и попытаться устранить тромбы. Кроме того, по словам омбудсмена, в республике лишь половина трудоспособного мужского населения имеют официальные рабочие места. Остальные 50% не зарегистрированы, то есть налоги не платят. В любом случае, эту тему надо обсуждать. Понятно, возможно, что она не быстро решится, но оплаты страховой фонды нужно уменьшать с 30% до 14% для всех субъектов предпринимательства. Это будет самым большим вкладом в развитие промышленности. То есть, если мы говорим о разовых и целевых способах поддержки тех или иных предприятий, которые в инновационной сфере находятся, банков и так далее, но для того, чтобы всю промышленность поддержать, нам нужно снизить именно эти платежи, так как сейчас для того, чтобы человеку выплатить заработную плату, ровно 50%, а если честно, 49% нужно заплатить налоги. Не все люди, многие рискуют, понятно, да, многие ходят под уголовную ответственность из-за этого, но идут на риски для того, чтобы сохранить свои предприятия. Руководители ведущих республиканских предприятий также поделились планами, рассказали о том, какие новые виды продукции ими осваиваются в рамках политики импортозамещения. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.